Это хранитель Сибири, владеющий миром. Именно так звучит его имя по документам. А дома просто Велес и его хозяйка Инна. Трудными собаками я занимаюсь уже почти 20 лет. Начиналось все с кавказских овчарок. На сегодняшний день у меня 5 кавказских овчарок, 2 среднеазиата, 2 американских окиты. Заниматься собаками несложно, говорит Инна. Главное знать, как их правильно воспитывать. Ведь собака не игрушка. А взращивание начинается с самых первых дней. Золотое правило для любой собаки. Что нельзя делать взрослой собаке, нельзя делать и маленькому щенку. Чем больше общения с питомцем, тем ближе контакт и понимание. У каждой породы свои методы воспитания. И тут надо очень глубоко вникать именно в историю породы. Любая порода ведет себя так, как и исторически предначертано. То есть если она исторически создавалась как охранная собака, нельзя ждать, что она будет белым плюшевым медвежонком. Она будет охранной собакой. В среднеазиатской овчарке или в простонародье алабай собака территориальная. Ее предназначение – охрана большой территории от хищников. Собака с очень серьезным характером. Собака должна подчиняться командам беспрекословно. Физически справиться сложно, потому что, ну, сами видите, да, собака крупная. Но при этом он может дернуть, да, но при этом ему даешь запрещающую команду, он тут же останавливается. Соответственно, это вот с детства воспитывается именно вот это. Обязательные вот эти тормозящие команды, они должны быть в безусловном рефлексе. Велесу исполнилось два года, а весит он уже почти 80 килограммов. За его плечами множество выставок по всей России, а также успешно пройденные тестирования на поведение. На команду надо пять секунд на размышления. Они оценивают ситуацию, они сами принимают решения. Однако агрессию собака проявлять не должна, но если не воспитывать такую собаку, она будет решать, что ей делать сама. И может стать опасной для всех окружающих. Пример тому – ЧП накануне с известным барнаульским урологом. Но о точной причине нападения ничего не известно. Причиной именно нападения могло быть все что угодно. Могла быть течная сука рядом. Могла быть, допустим, голодная собака, поставили еду, вторая собака пыталась эту еду отобрать. Возникла между ними агрессия между собаками. И агрессия переместилась на хозяйку. Могло быть так. Могла хозяйка просто взять, допустим, как-то себя повести неадекватно. Это могло вызвать агрессию. Скорее всего, она не воспринимала хозяйку как хозяйку, как авторитетную личность, которой нужно слушаться. И вот эта трагедия произошла, скорее всего, по причине неправильного содержания животного. По словам специалистов, культура кинологического владения собакой в наше время утрачена. Десяток лет назад крупную собаку завести было непросто. Нужно было пройти трехмесячные курсы по собаководству и сдать экзамен. Сейчас же с легкостью можно приобрести кого угодно. Но перед таким серьезным шагом важно понимать все необходимые аспекты. И систему собаководства, говорят эксперты, нужно срочно восстанавливать. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.